МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Американский режиссер Мартин Скорсезе встретился с папой римским Франциском. Немецкие чиновники тоже берут взятки. И в последнее время стали делать это даже активнее, чем раньше. Об этом свидетельствуют данные отчета. Документ под названием «Предотвращение коррупции в органах федерального управления развеивает миф о неподкупности и перфекционизме германских госслужащих». Согласно содержащимся в нем данным, количество уголовных дел, связанных с коррупцией, среди представителей власти, стремительно растет. В этом году в ФРГ было возбуждено 28 уголовных дел по фактам коррупции среди госслужащих. В прошлом таких дел было только 18, в позапрошлом всего 12. Больше всего взяточников в Министерстве иностранных дел. 11 новых уголовных производств. 10 из них касаются злоупотреблений при выдаче виз. А вот самыми убыточными для ФРГ являются коррупционные действия сотрудников Федерального министерства транспорта, строительства и городского развития. В список коррупционеров попали и служащие бундесферы, и сотрудники таможенной службы, и представители правоохранительных органов, и даже сотрудники Федерального агентства по труду. В списке стран по индексу восприятия коррупции, который ежегодно составляется международной неправительственной организацией Transparency International, Германия находится на пятом месте среди стран-членов ЕС. Наряду с Великобританией и Люксембургом. Ведущей позицией в этом перечне занимают Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды. Самый высокий уровень коррупции в ЕС отмечается в Венгрии, Словакии, Греции, Румынии, Италии и Болгарии. В Германии негде содержать заключенных. В тюрьмах не хватает свободных мест. По данным Министерства юстиции, особенно сильно от перенаселенности и тесноты страдают 16 пенитенциарных заведений. Три из них расположены в федеральной земле Северной Рейн-Вестфалии, семь в Рейнланд-Фальце и шесть в Баден-Вюртемберге. Эксперты говорят, что на самом деле ситуация еще хуже. По их словам, официальные цифры не отображают реальную картину. При этом более трех тысяч тюрем не используются по назначению. Эти заведения закрыты, так как они находятся в плохом состоянии и не соответствуют высоким современным требованиям. Тюрьмы можно опять использовать, если отремонтировать, но на ремонт нет денег. Правительство уже почти 30 лет вообще не выделяло средств на реконструкцию мест лишения свободы. Наибольшее количество нефункционирующих тюрем находится в земле Северной Рейн-Вестфалии. Там их почти полторы тысячи. И в земле Бранденбург чуть больше 700. В связи с ростом терроризма в Европе в последние годы количество заключенных начало стремительно расти. С учетом ситуации, федеральное правительство совместно с правительствами земель намерено выделить сотни миллионов евро, которые будут направлены на расширение мест заключения. В следующем году власти земли Северной Рейн-Вестфалии потратят около 900 миллионов евро на реконструкцию тюрем в Мюнстере, Изерлоне, Вилихе, Кёльне и Вупертале. В Германии увеличилось количество евроскептиков. Сейчас большинство немцев высказываются против дальнейшего расширения Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологического института TNC Infratest. 64% опрошенных выступают против расширения Евросоюза. Также 82% респондентов высказались против вступления Турции в ЕС. Кроме того, около 2-3 опрошенных граждан ФРГ признались, что недовольны нынешним положением дела в Европейском Союзе. 62% респондентов считают, что ЕС сейчас идет по ложному пути. А 42% вообще предлагают провести референдум о том, не выйти ли Германии из Евросоюза. Для сравнения, в июне этого года идею референдума поддерживали только 29% немцев. Также выросло и число жителей ФРГ, которые радуются появлению движений и групп, критичных к Евросоюзу. Сторонниками евроскептиков себя назвали четверть опрошенных. На этом фоне большая часть немцев, 73%, утверждают, что Брюссель оставил Берлин в одиночку разбираться с миграционным кризисом. А 53% опрошенных уверены, что их страна должна усиливать свою ведущую роль среди европейских стран. Знаменитый американский режиссер Мартин Скорсезе встретился с папой римским Франциском. В Италию Мэтр приехал для презентации своего нового фильма под названием «Молчание». Кинолента повествует о безуитских миссионерах, которые в 17 веке отправились в Японию. Они ищут своего пропавшего наставника, но сталкиваются с множеством препятствий из-за того, что христианство в то время в Японии находилось вне закона. Для Скорсезе эта встреча с папой римским имеет особое значение. В детстве американский режиссер закончил католическую школу, а после год проучился в малой семинарии, но священником так и не стал. После этого отношения режиссера с католической церковью складывались не лучшим образом. В 1988 году консервативные церковные лидеры осудили его ленту под названием «Последнее искушение Христа». Папа римский рассказал режиссеру, что хочет поскорее увидеть его новую ленту. Ведь Франциск, кстати, член Ордена Иезуитов. В молодости тоже хотел поехать в Японию в качестве миссионера, но не смог этого сделать по состоянию здоровья. В Риме Мартин Скорсезе показал свой фильм иезуитским священникам. Ожидается, что драму позднее покажет в самом Ватикане. Но будет ли на этом показе присутствовать Франциск, пока неизвестно. Редактор субтитров А.Семкин